давайте начнем с моих кистей каких-то спонжев и посмотрим что у меня есть на самом деле у меня немного я не люблю размножать кисти и спонж у меня единственный от шик сейчас много раз его уже покупала просто это новый далее пудру я наношу кистью eva мазак дарили в подарок за заказ это у меня кисть убить и бомб такая веерная добротная и смахиваем остатки там от теней если что-то осыпалось то есть она у меня такая завершающая вот сифары 0 4 это написано блажь на меня не пользуюсь использую для хайлайтера классные кисти от и номер один тоже использую для хайлайтера и у меня есть такие вот кисти для нанесения теней опять же кисть от номер один опять же вот такая вот кисть от в этом вайлд и давали в подарок за покупку бренда еще от номер один 336 но это другая коллекция они кстати как бы различаются и вот такая вот кисть от bm е они все синтетические здесь натуральных кистей нет они мне все нравятся единственное что мне не нравится что это двойная кисть как-то это немножко раздражает что ли сама кисть хорошая но при этом она много продукта я бы сказала забирает но я их оставлю потому что я не пользуюсь это что касается кистей и спонжей рубрика в и помады это все что у меня есть у меня одна помада от сислы и все остальные помады у меня от кика милана а значит давайте засвучим помаду от сислы это двадцатый оттенок rose протефина такая вот помадка такой вот оттенок что у меня по кика здесь два оттенка две помады 458 оттенок мой любимый из серии smart повторюсь потому что я люблю эту помаду это моя любимая помада мой любимый оттенок оттенок который я искала всю жизнь и просто большинстве своем случае я крашусь ей ну просто обожаю и лучше нее нет ничего хотя казалось бы да что они на самом деле по свочу вроде похоже с сислы но нет нет это более яркая она более знаете такая розово-лиловая очень холодная обожаю поэтому купила две на случай что вдруг долго не буду делать заказ в кика либо же там ну мало ли до этого закончится я хочу всегда иметь при себе мой любимый оттенок так следующее есть у меня кика 420 опять же коллекция smart это если не ошибаюсь самая дешевая у них серия если так можно выражать выразиться самая бюджетная серия помад не такие увлажняющие сатиновый это прям такой розовый розовый оттенок следующая помадка это у меня уже мэтт лепстик вельветовая 315 такая вот видите они у меня всех плюс минус похожи потому что я сейчас крашусь такими оттенками розовым холодным светлым цветом следующее покажу это лимитка блум 0 3 оттенок красивая такая помада интересная конечно она такая вот знаете персиково-оранжевая но у нее качество оставляет желать лучшего я вчера попробовала накрасить она очень сильно плешивит просто прям безбожно поэтому качество наверное здесь у этой помады одно из самых худших из тех которые у меня есть но как есть и вот такая вот помадка glossy dream 202 оттенок роз ее я получила в подарок за заказ но я ее выбрала ну что-то тут с механизмом она не хочет вылазить хотя помадка свежая то есть это не какая-то там просроченная нет она такая полупрозрачная но тоже очень приятная такая розовая безумно красиво смотрится просто безумно я даже не ожидала такие вот у меня помадки всего их 6 и одна в запасе и в принципе меня устраивает буду ли я в дальнейшем покупать помады но если понравится оттенок какой-то у какого-то бренда вот мне просто понравилось я захочу куплю либо какие-то может лимитки у кика будут выходить но как-то пока хотел их ничего такого нет и то что у меня есть меня это устраивает по хайлайтерам значит у меня здесь опять же лимитка блум от кика моя такая вот хотелочка потрясающий хотя это называется пудрой не знаю почему не назвали это пудрой но это прям стопроцентные такие шикарные красивые шикарные красивые хайлайтер посмотрите как он сияет он очень мягкий такое вот видите просто вау видите он такой холодный розовый хайлайтер далее букашка какая-то прибежала окна открытые все время так от Inglot у нас soft sparkler это хайлайтер с подвохом девочки я его купила и самое интересное он как хамелеон потому что вот такой вот он сейчас если вы на него посмотрите когда пасмурно когда знаете искусственное освещение он будет очень холодный лиловый розовый сейчас он вот такой вот какой-то розово-бронзоватый и когда его наносишь когда его наносишь тоже подвох есть в этом потому что вот он такой вот мелкодисперсный знаете почему потому что когда я его помню первый раз нанесла этот хайлайтер от Inglot я его нанесла когда очень сильно светило солнце у меня открытое окно огромное я подхожу он прям желтый я такая что я не буду им пользоваться я его даже поставила на продажу потом я им накрасилась когда было пасмурно и он такой красивый такой сияющий розовый холодный я думаю блин что с ним получается когда солнечно вытягивается наружу цвет вот такой желтоватый а когда пасмурно когда вот знаете если зимой им накрасится наверное если вечером то вытягивается такой розовый холодный цвет то есть он реально такой хамелеонистый такой неоднозначный я его конечно же себе оставила и активно им пользуюсь но вообще не люблю желтый хайлайтер и желтую косметику золотистую да но он реально даже не золотистый а желтый такой желтый золотистый когда вот прям знаете активное активное солнце неоднозначный хайлайтер но в общем я с ним подружилась далее у меня хайлайтер диадалия оазис абсолютно не нравится эта вот упаковка которая не открывается кисть которую ты не накрасишь и постоянно когда я пытаюсь открыть вот этот вот рефил он у меня просто выскакивает из основания то есть не было такого ни разу чтобы я его попыталась открыть и он просто открылся нет вот он тоже такой розоватый достаточно активный розовый оттенок не знаю не нравится мне вот эта вот рефильная система абсолютно и совсем честно говоря больше не буду покупать вот если замечу что конфет косметика в рефиле идет вот в таком вот съемном вот типа вот как корейских кушонов именно я не буду покупать потому что он у меня постоянно выскакивает так не должно быть тем более у дорогой косметики у люксовой корейской косметики да далее у меня хайлайтер от мина 512 оттеночек такой он бежевый но он бежево натуральный знаете не такой вот даже вот так вот смотришь вроде розовинка есть такой вот беж который сливается с кожей очень тяжело хайлайтер передать по свотчу ну вот такой вот еще хайлайтер у меня есть и еще один хайлайтер от L'Etoile просто громадина здесь у нас 14 грамм мне кажется себе год только им пользовалась я бы его запросто использовала огромная такая шайба шикарного такого красивого холодного розового цвета знаю тяжело хайлайтер передать так что это все все что из хайлайтеров у меня имеется на сегодня так что по тональным средствам по тональным средствам я сейчас использую ми на 603 оттенок и в запасе у меня есть тональник от кика мёстер glow такой вот хайлайт хайлайтер тональник 1р оттенки по пудрам сейчас я использую в роше вот такую вот громадину у меня кстати такая пудра была я ее закончила и купила повторно и на смену у меня есть пудра от кика я не пользуюсь сразу двумя тональниками или двумя пудрами я не вижу в этом смысла для меня либо работает продукт либо не работает поэтому я открываю один использую и потом открываю второй но купила на смену в запас чтобы быть уверенной что у меня эти продукты есть как-то у меня было так что у меня закончился тональник пару раз в жизни ничего не было в запасе мне пришлось бежать что-то покупать и это были покупки промахи зря потраченные деньги лучше знаете заранее купить быть уверенной в продукты кстати я хочу сказать что если вы там первый раз на моем канале я не коллекционер я не коллекционирую косметику я не вижу смысла если у меня будет 200 палеток которыми я не успею воспользоваться или там 50 помад которыми я не успею воспользоваться то есть я пользователь я хочу пользоваться косметикой получать удовольствие от ее использования в общем и реально использовать если не всю то хотя бы частично хорошо так а не так как покупают два раза пользуются и откладывают поэтому вы у меня не видите большого количества ее также вы у меня не увидите избитые бренды типа Huda Beauty Анастасия Верли Хиллс Наташа Динона и так далее это все я пробовала это все вы видели если давно на моем канале что мне очень нравилась косметика Huda очень нравились ее палетки что в свое время я очень любила Бернович там ненавидела Наташу Динону потому что лично для меня это самая ужасная косметика с которой я вообще никак все было мною утилизировано если так можно сказать отдано в хорошие руки то есть у меня нет таких вот обычных избитых брендов которые показывают девочки ну большинство на своем канале потому что в свое время я это попробовала и мне это не интересно уже и знаете честно говоря мне самой надоедает смотреть одно и то же мне хочется наоборот купить какие-то интересные тени интересные там продукты которые не так часто мелькают которые возможно не так избиты и так далее ну для меня для самой это интересней обладать чем-то ну не таким попсовым что ли и в последнее время я очень много покупаю косметики кика то есть вы видите у меня тут кика-кика сислой кика-кика сислой прям ликнула ну вот типа такого потому что на данный момент из того что представлено на рынке соответствие цена-качество кика меня устраивает потому что кика у нас остался кика выпускает лимитки у кика после рынка рендинга шикарное качество и поэтому у меня много кика но это не значит что я не смотрю на другие бренды конечно смотрю и вы их тоже у меня увидите так что у меня по карандашам подводкам у меня одна тушь девочки это для меня стало открытием кстати я эту тушь получила в подарок за заказ это лаш ченджер катрис какая классная тушь я такая думаю блин сколько в жизни пропустила в индустрии косметики вместе с катрисом у них есть классные продукты мне так нравится эта щеточка она такая свежая эта тушь она классно красит ресницы в общем просто идеальная идеальная тушь я такая думаю нужно нужно обращать внимание на бренд катрис мне давно девочки говорили смотри на катрис у них есть классные продукты я как-то катрис ну там у меня была один раз большая палетка теней и в принципе там вроде бы и все ну у них есть что-то достойное особенно если под себя выбирать да под свои вкусы собственно катрис потрясающий цвет подводки ocean calligraph artist ocean называется этот оттенок ocean flirt 020 такой красивый очень уникальный я не знаю где-то вы видели еще такой оттенок подводки мне кажется абсолютно нигде очень красивая очень шикарная подводка меня полностью она по качеству устраивает из карандашей то что пупа у меня есть 13 оттенок такой вот интересный он такой серовато-голубой металлический классные карандаши от пупа я ничего не могу сказать карандаши у пупа шикарные если мне нравится то нравится далее двадцатый оттенок от кика я пользуюсь только гелевыми карандашами которые можно заточить вот такой вот серый но он такой светло-серый то есть есть такой серый ближе к черному а это светло-серый и кика каял 0 1 оттенок девочки это самый лучший каял вообще на свете посмотрите какой он черный это лучший лучший черный карандаш для для того чтобы прокрасить нижнюю слизистую или вообще слизистую он просто идеально ни один вообще карандаш никакой не люксовый никакой с ним рядом просто не стоял никакой армане герлены и вообще там не проходил даже никак следующий такой вот у меня карандашик от кика 14 такой вот ну типа синий да все показала да из карандашей показала все ну и последняя категория это тени которые укладываются во-первых 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 есть такие вот тени карандаши давайте с них начнем и чтобы они не укатывались уберем во-первых у меня тени от ми на 945 оттеночек такой вот серебристый серый и когда на веки его наносишь на всю веку он вообще как бы в голубое дает что мне очень нравится от кика 18 оттенок но это старая нумерация до реп-брендинга сейчас этот оттенок существует но он другой под номером если не ошибаюсь он называется сланцевый серый его я получала в подарок за заказ и посмотрите что от него осталось все то есть я им очень активно пользуюсь на все века он как-то вот более ну как бы тяжеловат а нижнее веко оформить просто просто он всегда идеально подходит он такой серый с голубыми блесточками светло-серый и я купила на смену этому карандашу сланцево-серому чтобы нижнее веко оформлять то есть мне проще нижнее веко за долю секунды оформить вот таким вот продуктом чем какими-то тенями и серые оттенки они всегда с любым макияжем у меня сочетаются это 22 оттенок это уже новая нумерация после ребрендинга и это вот такой вот тоже серый с серебристыми блесточками но он такой темный я боялась что он не будет применим в этом качестве но вы знаете я вчера попробовала и мне удалось в общем-то оформить нижнее веко и он как-то даже очень красиво смотрится поэтому зря я боялась ну и что касается обычных теней давайте начнем наверное с палетки катрис которая в принципе и перевернула моё это 0,8 оттенок лаванда лук даймонд лаванда лук перевернула моё мнение перевернула все мои макияжи стиль макияжа в общем именно она просто как-то пришла и всё изменилось в моём макияже абсолютно всё и я полностью обновила всю свою косметику потрясающая холодная палетка невероятной красоты она очень пигментированная очень-очень шелковистая все оттенки очень-очень красивые здесь и настолько всё красиво идеально что я купила себе повторную палетку потому что боялась что я её вдруг использую и не куплю то есть она такая холодная она нежная но при этом хорошо наслаивается тушу между собой макияж получается очень такой дорогой свежий какой-то мне очень нравится реально очень-очень нравится и у меня две таких палетки то есть одна у меня новенькая лежит в запасе да это наверное впервые я так делаю что покупаю повторку помады покупаю повторку теней потому что ну допустим вот такие вот тени в оффлайн магазине их просто нет ни в подружке я их не видела вот такой вот оттенок нигде я ещё очень хочу синюю там сине-серая такая гамма но я её нигде не могу найти иначе бы я её заказала потому что качество мне очень нравится и я хочу эту палетку себя именить также девчонки я хотела вас спросить как вы относитесь к косметике у которой прошёл срок годности я знаю что некоторые вообще на это забивают пользуются сколько хотят у некоторых вообще коллекции там по 10 лет есть и они используют прям до конца что-то и наслаждаются потому что иногда действительно тени это долгоиграющий продукт и он у тебя может долго быть и при этом тебе жалко например выкинуть какую-то лимитку или то что уже невозможно купить продублировать то есть реально что-то уникальное и как вы относитесь я допустим всегда следила за сроком годности у меня нет ни одного просроченного продукта всё свежее во-первых я аллергик во-вторых ну как-то я такой брызгливый человек но сейчас я даже над этим стала задумываться особенно после того как покупаешь какую-то такую красивенную лимитку ты понимаешь что всё ты её никогда больше не купишь здесь такие красивые тени и думаешь вдруг я не успею закончить но это нормально да какие-то другие тени появляются но при этом и просто выбросить будет жалко я не знаю вот скажите что вы думаете по поводу того чтобы использовать косметику просроченную да декоративную собственно кика это лимитка 0 1 оттенок color симфонии сейчас эту палетку можно купить в наборе с коричневой блестящей помадой и золотистым клачем так собственно я её тоже покупала потому что не успела купить её соло с остальной мне не нужно было но я так влюбилась в эту палетку я понимала да я её вовремя не купила надо было брать лимитки пока только не появляются потому что потом всё но я её так хотела я подумала пофиг я куплю её даже с лишними продуктами которые мне не нужны но она у меня будет и я не пожалела потому что она безумно красивая вот просто посмотрите на эти оттенки вот этот просто мой любимчик это невероятно красиво просто невероятно красиво как они сияют здесь все оттенки сияющие ой какая красота вы просто посмотрите просто посмотрите как это шикарно это именно та текстура которую я люблю то есть такая полупрозрачная но при этом можно наслоить и она хорошо все тени здесь хорошо держится ничего не скатывается всё супер отлично претензий не имеем как говорится вот такая вот палетка от кика так что у меня ещё есть от кика есть ещё две палетки 06 и 05 вот такие вот давайте я их засвочу без лишней болтовни и собственно вам покажу здесь вот такая вот эта 06 куплена мной из-за красивых серо-синих абсолютно не интересуют жёлтые и зелёные свочи свочи конечно просто гениальные тут нечего добавить ну просто не знаю куда ещё их налепить вот такие вот свочи то есть здесь меня не интересуют жёлтые не интересуют зелёные интересуют такие серебристо синие ну собственно их вот этот ряд который меня интересует также пользуюсь светлым просто чтобы добавить как подложку чтобы как-то его использовать макияж получается на самом деле вот этими вот оттенками очень-очень насыщенный очень такой яркий и эффектный вот этими вот оттенками очень красивый макияж следующее это новинка 05 для меня новинка ещё не делала макияжа с ним только вчера получила но опять же здесь я купила наоборот из-за синяя сине-серебристых оттенков и абсолютно не интересуюсь вот этой вот такой коричневой гаммой ну вот сделала сводчи стёрла как могла тут вот такая вот гамма то есть это коричневые оттенки и вот это такие серебристые синие очень мне нравится красота красота и ну судя по тому что мне эта палетка по качеству понравилась я могу смело купить в другом оттенке но опять же смотрите как интересно сделано то есть здесь представлены универсальные оттенки коричневых которые большинство любят да то есть им можно сделать полноценный макияж а если хотите можно сделать такой вечерний более интересный с такими синими серебристыми то есть у них интересная такая гамма здесь представлена это то что кика больше у меня вроде бы теней кика нет далее что у меня есть о мое открытие здесь у меня лежит 130 оттенок я помню от инглот и девочки это просто нереальность это просто нереальность вот вы подумайте ну что это такое какой-то тауповый какой-то розоватый серый оттенок ну какие же красивые с этими тенями макияж макияжи хотела сказать ну нет макияж конечно тени такие суховатые но как красиво получается макияж получается такой дорогой нейтральный дымчатый макияж очень классно очень классно и мне прям неожиданно понравилось потому что я изначально думала ну что же тут ну просто да казалось бы на блесточки не обращаем внимания все в блесточек ну ничего необычного но это так красиво смотрится так интересно и если вы там еще пользуетесь там карандашами губы выделяете то есть это как-то подчеркивает красоту при этом тени не делает не выходит на передний план да как-то так наверное очень мне нравятся эти тени инглот у меня первый опыт с косметикой инглот был негативный я была в бутике в прошлом году в Воронеже зашла купила какие-то тени которые мне в итоге не понравились и такая ой инглот больше не буду покупать это первый раз я инглот купила но в этот раз я вслепую заказала в золотом яблоке хайлайтер эти тени и в итоге я ими пользуюсь с большим удовольствием прям активно активно то есть достаточно часто я пользуюсь этими тенями этими этими но сейчас у меня как-то тени разрослось поэтому я стараюсь разными пользоваться ну то есть не то что я себя заставляю мне хочется разными пользоваться но все равно вот это пока мой любимчик для такого прям случая когда не знаешь что но хочешь выглядеть отлично наверное так а что еще из палеток вот такая вот палеточка мина доставалась мне в подарок за заказ номер 500 следующее что хочу показать это мина такая вот растяжка и здесь вот такие вот тени смотрите какой рыжий оттенок ну в основном здесь такой знаете сияющий беж и на веки это больше что-то такое бежевое бежевое сияние какое-то получается тем более получить эту палетку в подарок за заказ это здорово я как вы понимаете люблю косметику мина в принципе мне все нравится из того что я пробовала и я пробовала декоративку и там что-то из ухода немножко пробовала поэтому как бы да ну это конечно не моя гамма и ну как бы тени классные но я смотрю понимаю что как бы прям вот на солнце это прям такой знаете коричневый сияющий золотистый беж беж поэтому как бы думаю все-таки это это не мое но получила в подарок сколько им красилась ну раза три наверное и мне конечно если я хочу что-то более такое нейтральное не очень заметное мне проще использовать инглот либо же вот такой вот катрис там где действительно это чисто холодные оттенки чем вот такой вот беж вероятность того что я буду это использовать в реальной жизни я вот сейчас смотрю и понимаю что вряд ли так что пока подумать если во всей остальной косметике я не сомневалась и там уже знаете так все почищено идеально подобрано то тут эта палетка у меня стоит под сомнением далее маленькая палеточка от лавера это у нас палетка 02 небесно-голубые 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 только маленькая такая хорошенькая ну мы понимаем да что это моя гамма вот да если я конечно же возьму какой-то захочу знаете не сильно там сияшки как у кика использовать а что-то более такое нейтральное более нежное то вряд ли все равно я буду использовать мину поэтому я мину вот отдам свекрови я самой пользоваться не буду то есть для этого я и делаю сейчас прям все-все свочи обычно я не делаю все-все свочи всех оттенков всего я как-то выборочно это делаю сейчас я взялась чтобы это сделать и если действительно у меня в чем-то есть какие-то сомнения чтобы я от этого избавилась поэтому это мы отдадим из однушек у меня есть сислый это 24 оттенок девочки ну я ожидала большего оттеней сисли не думала что они такие каменные что они так тяжело их растушевать как-то нанести что они такие какие-то проблемные ну не знаю но вы видите как я пользуюсь да я думаю это заметно конечно они все равно со мной останутся изредка я с ними воюю и их наношу на себя от доктор хавушка такой вот 07 оттенок я честно говоря думала что это будет какой-то серебристо голубовато серый сияющий это просто такой соло матовый оттенок просто еле-еле заметный поэтому я тоже его отдам потому что ну ну что куда к чему зачем ни туда ни сюда мне кажется такой оттенок имеет место быть если вот ну у вас одна палетка одни тени в однушке и просто вы любите нейтральный макияж глаз поэтому от этого я избавляюсь так что у нас осталось я напоследок оставила палеточку wet and wild просто неоткрываемый продукт color icon это у меня десятая палетка друзья мои ее просто нереально открыть иногда я хочу и накраситься но понимаю что я ее просто не могу открыть и и передумываю и краситься надо нажать на паузу попробуйте открыть что я сделала это я ее открыла здесь вот такая вот гамма давайте я ее тоже поскотчу такая вот гамма честно говоря даже мне немного непонятная что к чему ну как то я немножко не понимаю ее упала из-за вот этого оттенка но как то не знаю он как то вот знаете в жизни не такой что ли я думаю что я от этой палетки тоже избавлюсь ну не хочу знаете лишние продукты чтобы у меня мелькали перед глазами чтобы как то загораживали обзор и отвлекали от того что я действительно хочу использовать и чтобы я смотрела и понимала что моя коллекция просто идеальна я к этому прихожу но в любом случае бывают какие то покупки промахи бывают какие то подарки за заказ это в принципе нормально ничего страшного в этом нет то есть из таких оттенков у меня осталось прям вот я смотрю и мне нравится и друзья также я решила что я все таки избавлюсь от этого огромного хайлайтера от L'Etoile почему потому что честно говоря да он красивый внутри но снаружи он меня раздражает я не люблю такие вот откровенные кричащие упаковки такие которые видно издалека это такое блюдце которое бросается и да там внутри классный красивый хайлайтер но понимаете его там очень много и всегда есть что-то дороже всегда всегда есть что-то дороже что мне хочется использовать то есть я понимаю что у меня есть инглот я понимаю что у меня есть там кика я понимаю что я еще буду покупать там кика какие-то другие бренды и мне абсолютно как-то не хочется тратить свое время пусть даже на очень красивый приятный холодный хайлайтер от L'Etoile я наверное больше не буду покупать косметику прям который так вот кричаще выглядит потому что я понимаю что ну меня это раздражает я люблю лаконичные упаковки простые даже если не простые пусть они будут как у кика из лимитки блум но это просто прям такая откровенная красота эстетичность а тут прям знаете все кричит о том что это дешево ну как то так в итоге мы с вами раскламили хайлайтер вот такую вот палеточку от Мины палеточку от Ватан Вайлд и однушку от Доктор Хаушка на этом все всем большое спасибо за внимание буду рада обратной связи с вами была Леся всем пока пока